Девушки отдыхают Говорят, что 5 лет это маленький срок. Впрочем, редакция ЛД с этим утверждением, конечно же, не согласна. У этого проекта за всё время существования были и чёрные, и белые пятна. Но только одна дорога продолжает вести его вперёд, и помогать сообществу авторов и поклонников российских визуальных новелл становится шире и крашка. Дорога зелёного цвета. Сегодня мы вспомним путь, который прошли создатели и авторы проекта ЛД, ранее Лето Дайджест, и попробуем понять, почему он существует до сих пор, какая у него цель, и что мы можем сделать, чтобы эта сказка жила как можно дольше. Устраивайтесь поудобнее в своих машинах времени. Нам предстоит долгая и насыщенная дорога навстречу прошлому. Несмотря на то, что паблик Лето Дайджест официально существует с 2016 года, некоторые идеи и задумки перекочевали туда из предыдущего места деятельности его автора, Никита Никитина. До того, как запустить ЛД, он занимался редакторством в фан-группе Бесконечного Лето, которое на сегодняшний день насчитывает более 30 тысяч подписчиков. Разумеется, когда Никитин числился там одним из админов, ситуация была чуть поскремнее. Впрочем, благодаря концепции лампового сообщества и куче необычных постоянных рубрик, а также практике репостов новостей из различных групп мододелов и художников по лету, оно сумело быстро набрать более 5000 подписчиков и заиметь определенный авторитет среди авторов. Многие из тех вещей, что помогли фан-группе стать популярной в Летосфере, продвигал именно Никитин. Он писал рецензию, отзывы на различные сайты проекта известных деятелей и модификации, публиковал тематические музыкальные посты, а также ввел авторскую колонку наиболее заметных событий фандома за месяц, получившую название Лето Дайджест. С самого появления 31 октября 2015 года и вплоть до ухода Никитина из фан-группы, рубрика пользовалась неплохим спросом и со своей задачей информировать аудиторию более чем справлялась. Тот период, когда я запускал новостную рубрику в фан-группе, я бы назвал периодом, когда мне реально была интересна Летосфера. Это был наш пик отношений с этим сообществом. В некотором роде юношеская мечта быть частью, причем довольно значительной, этого всего. То, почему этот период так скоро прошел, пусть останется на совести всех тогдашних участников фан-группы. Однако за кулисами такой ламповости было гораздо меньше. С некоторыми из редакторов Никита очень быстро поссорился, из-за чего стал думать об уходе из группы. Администратор Андрей Шуста в целом старался сохранять лояльность, но после очередной стычки обмена любезностями за спиной, не стал препятствовать уходу Никитина из редакции, позволив ему закончить дайджест за апрель. Цитирую одного известного певца. Одна из причин, почему первоначальный возникла идея основателка, это желание продвигать творчество, как свое, так и других авторов. Чего, к сожалению, из-за довольно скептической редакционной повестки в фан-группе делать было крайне трудно. Другая причина, желание самому пройти путь админы и ощутить на своей шкуре, что это такое. Власть дурманит и убивает нервные клетки, что еще получат подтверждение в ближайшие несколько лет. Итак, старт лета дайджеста произошел 1 мая 2016 года. Хотя, фактически паблик существовал еще несколько дней до полноценного старта и делал репосты, чтобы набрать минимальную базу и вызвать у некоторых контент-мейкеров серьезный вопрос. А что это за группа, которая нас репостит? Первый месяц у ЛД не было единого оформления и уникальной символики. Тут на помощь пришел тогдашний знакомый Никитина, музыкант и мододел Дмитрий Кроу. С его подачи был создан, как тогда думалось, временный логотип группы, зеленый листик, взятый из оформления новеллы «Бесконечное лето», и наложенное на него увеличительное стекло. Эти, казалось бы, два совершенно непримечательных элемента в итоге сохранились во всех последующих вариациях логотипа сообщества, даже в той, что имеется на момент выхода данного видео. А какой контент публиковался в ЛД в 2016 году? В основном это репосты, а также еженедельный дайджест новостей «Летосфера». Сфотки с Савенок Феста, который тогда казался еще чем-то оригинальным и непозорным, интервью с видными деятелями фандома БЛ, а впоследствии тематические подборки и обзоры. Учитывая, что ЛД занимался фактически один человек, без учета попеременно помогавших ему редакторов, многие публикации сопровождались авторским мнением и некой дойлей юмора. Такая подача за довольно короткие сроки привлекла в молодой паблик более 500 человек. Именно столько читателей было у ЛД к октябрю 2016 года. Остаток года продолжались эксперименты с наполнением ленты паблика. Дайджесты недели перебрались в формат вики-статей, к ним добавились обзоры и аналитика, помещенные в раздел «Чтиво». Один из первых материалов, не связанный с актуальными новостями, был посвящен истории разработки модификации Саманта. В основном это была компиляция тех фактов, что либо были и так известны, либо же собирались по крупицам с различных источников, в том числе с сайта и тамблера мода. Но неосознанно при написании я оставлял для себя некоторые крючки, которые потом пригодились уже при создании экранизации этого материала. Были и некоторые неточности, которые я уже не помню, к сожалению, но тоже могли перекочевать в ролик. К концу года время от времени начали появляться репосты не только контента по лету. Поначалу сайт проекта авторов оригинальной новеллы и некоторых мододил, в том числе и ЛМР, которая тогда была на пике своей популярности. Уже в новом 2017 году Никитин понимает, что на совмещении двух частей одного единого пространства можно попробовать выстроить уникальную информационную повестку. 1 января наступившего года Летодайджест набрал первую тысячу подписчиков. Нарастающая популярность побуждала к обсуждению дальнейших планов и новых форматов взаимодействия с аудиторией. Так, в конечном итоге, для удобства координации обсуждения работы паблика была создана беседа ВКонтакте, где собрались все действующие на тот момент редакторы. С того момента вошло в обиход пафосное обозначение ЛД как главного смелита сферы, а коллектив авторов и редакторов превратился в тавтологию редакцию. Хотя изначально такой концепт не планировался, Никитину казалось, что он еще немного позанимается пабликом и либо закроет его, либо передаст кому-то другому, такому же идейному. Но по совету коллеги Никитина Влада Занегина, который тогда мало-помалу занимался музыкой, было решено пригласить в редакцию молодую художницу Полину. Ранее она уже витала вокруг сообщества, например, рисовала часть оформления на осенний сезон. Но теперь она полноценно вошла в редакцию и фактически стала инициатором переноса флагманской рубрики «Дайджест недели» в видеоформат. Ну вообще, это была моя идея пойти на ютуб, потому что мало людей может вытянуть огромный полотно текст раз в неделю о событиях в литосфере, а видео можно включить фоном и заниматься своим делом. Это, наверное, самое лучшее решение было на тот момент. Вообще, мне кажется, что эту идею предлагал все-таки Влад, а не я. По крайней мере, с его уст это звучало намного многообещающе и интереснее. На самом деле, я действительно ожидал, что идея будет реализована и появятся какие-то зрители, потому что, как известно, люди любят что-то новое, и к тому же эта ниша не была занята. На тот момент это было отличным стартапом. Я рада, что рубрика нашла своих зрителей и люди ее ждали, ведь с видеорядом интереснее слушать лето дайджест, и более того, можно включить просто на фоне, как аудиодорожку. Я давно думал о том, чтобы как-то переключиться на ютуб, поскольку эта история мне была довольно близка. Какие-никакие навыки монтажа и создания графика у меня имелись, но как-то идеи откидывались, потому что нужно было наладить продакшн, а сам я на тот момент боялся записывать свой голос. Впрочем, когда ребята уже потом сказали, мол, а давайте сделаем видеодайджест на ютубе, и был даже опрос сделан, он где-то до сих пор в архивных постах остался, я практически ни секунду не сомневался. Если бы никто не продолжил перейти на эту платформу, Элд бы изогнулся гораздо раньше, гарантирую это. 22 февраля 2017 года был зарегистрирован канал Лето Дайджест на платформе ютуб. Буквально накануне был практически закончен пилотный выпуск с дикторскими вставками, записанными через голосовые сообщения ВК, так как нормального микрофона у Полины не было. Впрочем, на волне успеха первого выпуска Дайджест недели в видеоформате, неравнодушные зрители помогли закрыть это неприятное бедно. Определённого рода дефект речи у диктора многим комментаторам и вовсе стали усладой для ушей, который мы готовили для вас почти две недели, от стадии обсуждения контента до собственного его производства. Прежде чем познакомить вас с наиболее яркими событиями фэндома, отечественной визуальной новеллы «Бесконечное лето» и других не менее достойных отечественных новелл, позвольте нам рассказать немного о себе. Наша группа ВК почти год занимается освещением наиболее ярких событий в жизни выбранного нами фэндома. Арты, новости, модификации и визуальные новеллы, интересные косплеи, авторские материалы, обзоры. И, конечно же, текстовые дайджесты событий недели, которые мы всегда и в срок спящим для вас публиковать. Феерия началась практически сразу. Видео о разработке Саманты и БКРР стремительно набирали просмотры, став мотиватором продолжать выпускать новостной дайджест каждую неделю. Где-то в это же время на канале впервые звучит голос Александра Шурова. Тогда он был ещё малозаметным приглашённым гостем, причём инициатором такого решения стал сам Никитин. Вот что рассказывает глава ЛД в интервью двухлетней давности. Насильно никого не заманивал. С кем-то просто общались, и в итоге они примкнули к редакции. Кто-то пришёл по набору. А с кем-то я был давно знаком, что сыграл немаловажную роль. С Сашей Шуровым, например, я был знаком давно. Где-то три года на момент его прихода в ЛД. Нас связывало сообщество людей, убивавших время в модификации для Grand Theft Auto San Andreas Design Your Mission. В какой-то момент Никита вспомнил, что Александр занимается озвучкой, и решил пригласить его зачитать пару реплик от лица создателя Саманты, кратко объяснив суть его работы. Затея удалась, хотя комментаторы и не были готовы к присутствию мужского голоса в компании женского. Но это, впрочем, пока. Изначально, дайджест недели выглядел действительно как дайджест. Короткая сводка новостей за неделю, происходивших в РВН-элитосфере в частности, структурированная по рубрикам. Из запланированных еще на стадии пилот-отделения на анонсы, релизы и так далее, в итоге остались всего два. На Вести Литосферы и других российских новелл соответственно. В ДН имел место несерьезный подход, выражавшийся в куче мемных ставок, самоиронии и свободной подачи информации. Монтаж тоже не хватал с неба звезд, но со временем оформление начало достаточно стремительно расти по качеству. Первый сезон рубрики по сей день остается примером сумбура и повышенного градуса эксперимента, но даже в нем ощущается определенного рода ламповость. Десятый выпуск вышел к первой годовщине создания паблика ЛД, и его провел все тот же Александр Шуров, пока еще на правах гость. Но к тому времени кадровые перестановки уже были неизбежны. Влад и Полина начали встречаться, и навязанные им рамки существования в редакции ЛД и других проектах стали слишком тесны. В середине мая 2017 года, после озвучки 12 эпизода видеодайджеста, паровы было сначала временно, а затем насовсем. Тяжело ли было принимать решение об уходе из паблика? Да нет на самом деле, это немного развязало руки. Возможно бы и остались, но сейчас со стороны уже тяжело смотреть, потому что прошло почти 4 года. На тот момент это было необходимостью. Много всяких факторов сложилось. Усталость, недостаток времени и большое количество работы. Да, в какой-то степени это было тяжело, но это был необходимый шаг, который впоследствии лично для меня открыл гораздо больше возможностей. Если бы обстоятельства сложились иным образом, не было бы отягощающих факторов, скорее всего мы остались бы там на еще чуть большее время. Но скорее всего, рано или поздно, это все пришло бы к единому концу. Просто это произошло раньше, чем могло бы. Я пришел чутка раньше, если так смотреть. Меня взяли на основу, когда я уже был некоторое время, совсем небольшое, может порядка месяца. Изначально это был эксперимент для формата, я озвучивал цитаты, ставки авторов и писания новелл. Адаптация прошла практически сразу, ибо я горел желанием творить. Я бредил мечтой озвучивать все и вся, так что это было быстро и просто. Несмотря на волнение и панику, замена нашлась довольно быстро и вовремя. Саша Шуров согласился выступать в качестве нового бренд-войса канала Лето Дайджест, а редакция начала стремительно вбирать в себя новых участников. Не обошлось и без неожиданных коллабораций. Одним из первых гостевых ведущих еженедельного дайджеста стала художница Орика. На сегодняшний день выпуск с ней один из наиболее популярных на канале. Теперь немного о процессе разработки новеллы Литл Грин Геул, в которой я принимаю участие. Несмотря на затишье в отчетности, работа не стоит на месте. И на сегодняшний день уже готов сценарий первых шести дней Яниной и Стасиной ветки, который неспешно переводится в код. Летом 2017 года первый сезон из 18 выпусков официально был завершен на достаточно высокой ноте. Нужно было передохнуть, набраться сил и решить вопросы с дальнейшим существованием Элдэ. Плюс ко всему, глава Никитина в то время решалась судьба сдачи дипломного проекта и все силы пришлось направить туда. Уже к Августу в редакцию пришли сразу два ключевых участника. Музыкант и дизайнер Дмитрий Яковлев, а также его приятель, начинающий актер, диктор и монтажер Андрей Багров. Их тандем на следующие пару лет надежно застолбил за собой право выбирать, как будет выглядеть и восприниматься Элдэ в грядущем сезоне. Примерно в то же время на правах штатного художника в коллектив лилась и в нарвал. Изначально все трое собрались с целью создать новеллы на ивент Микро Рена 2017. Но амбиции переросли ограничения по срокам в один месяц, и дабы не буксовать попусту, их потенциал было решено реализовать в рамках Элдэ. Второй сезон начался с обновленного дизайна и стиля обложек. Канал стремительно набирал обороты, аудитория росла и требовала больше контента. Благодаря музыкальным композициям Яковлева, одна из которых была написана еще для первого сезона Дайджа с недели, видео начали звучать значительно лучше и интереснее, чем раньше. Где-то в каком-то интервью за 19-й год, если не ошибаюсь, комментируя ваш приход в ЛД, ты и Людим Яковлев сказали, что на тот момент дизайнерской точки зрения в паблике царю бардак. Это правда? Не-не, не совсем. Я сказал, что было куда расти, вот. То есть, собственный стиль у ресурса, буду говорить так, чтобы объединить канал, группу, вот еще до конца стиль не оформился. Не знаю, что о своей роли полагает Дмитрий, но одно можно сказать точно. Концепцию образовывал главным образом он. Я только поправлял. Ну, а насколько все это вышло удачным, судите уже зрителям. Когда придумывал музыкальные темы, в голове у меня была мысль о том, чтобы композиции были простыми и запоминающимися. Это касается и джинглов, и заставок, и фоновок, и прочего. А что чувствовал? Наверное, какую-то легкость, ибо и материал подавался достаточно легко. Осень 2017 года ознаменовалась сразу несколькими позитивными событиями. Во-первых, канал ЛД набрал тысячу подписчиков. Общая аудитория паблика выросла до трех. Во-вторых, у сообщества появился маскот, выбранный на конкурсной основе. Это дайджестян. Или же просто Даша, образ которой придумала художница Эри Записка. Тоже Даша, к слову. Третье же событие вывело журналистскую работу ЛД на новый уровень. Благодаря инициативе Александра Шурова, делегация от паблика посетила выставку «Игрокон», о которой чуть позже сделала небольшой репортаж. Есть еще одно не менее важное событие, которое необходимо отметить в данном повествовании. Редакция ЛД начала регулярно проводить стримы на ютуб-канале. Главными заводилами выступили Яковлев и Багров, а их воодушевляющие беседы с гостями обо всем на свете и периодические включения от того же Шурова с песнями под гитару очень быстро набирали просмотры. И даже вознаграждались донатами от неравнодушных зрителей. В заросшем парке стоит старинный дом, Забиты окна, и мрак царит из вечно в нем. Сказать я пытался, чудовищ нет на земле, Но тут же раздался ужасный голос во мгле, Голос во мгле Завершился год выходом видео, в перспективе ставшего самым просматриваемым за всю историю канал. В нем голос все того же Андрея Багрова разбирался, почему же стоит ждать новеллу «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Эх, а про мое появление на Дружко Шоу не хочешь рассказать? Ах да. Той же осенью, благодаря появлению в дебютном выпуске рубрики «Жадан исполняет мечты» на канале Дружко Шоу и знакомству с мастером дубляжа Петром Ивашенко, он же Гланс, Саша Шуров обретает еще большую мотивацию заниматься озвучкой и повышать свои навыки актерской игры. Не разу тебя на велике нет. Уверяю тебя, я прекрасно справлюсь. Холостяки. Смотрите в октябре. И в последнюю очередь ему в этом стремлении помогает редакция Лето Дайджест, что принесет свои плоды уже очень скоро. Год 2018 начался с огромного по значимости нововведения. В Лето Дайджесте сменился логотип. Первые обсуждения грядущего ребрендинга начались еще осенью, тогда же были готовы первые наработки, но в редакции их отвергли по причине несоответствия духу оригинального логотипа. На нем попросту не нашлось места красной божьей коробки, как и на логотипе бесконечного лета. Дмитрий Яковлев, создавший пробор с оформления, который в итоге ждал своего часа около двух лет, сильно расстроился, что его идея не нашла отклипа, но не стал возражать на том, чтобы Андрей доработал его концепт под нужды редакции. При всем уважении, Дима человек гордый и чувствительный к тому, как о нем думают люди. Для любого человека это дело обычное. Очень трудно себя усмирить. Но мне-то важно было не задеть самолюбие товарища, энергетический вампир такой, а прийти вместе к верному решению. Вот не понравился выбранный ВРМ логотипом. Я честно высказал это, но не сильно, так скажу, надеялся на то, что кто-то будет солидарен. Ну а то, что в следующем сезоне именно ту идею забракованную ввели в работу, меня мало удивило, но и не сказать, что очень огорчило. Если этот знак будет узнаваем и скажет о паблике гораздо больше, чем предыдущие, что для меня и было важно при ребрендинге, кстати. Я только рад и признаю, что был неправ. Негатив, конечно, чувствовался. Но и обида. Это у каждого бывает. Ну, такое ощущение, что ты старался, продумывал, но в итоге это просто отмели. Но нужно найти силы смириться, признать ошибки и исправить их. Собственно, это я и пытался сделать, когда был готов новый вариант логотипа. Ну и, наверное, самое главное, уметь слушать друг друга и принимать советы, а не вставать в штыки. Несмотря на свой минимализм, логотип был крайне теплопринят и вскоре стал визитной карточкой. Кроме логотипа, сильно изменился и стиль оформления самих видео и обложек. Инфографика стала более качественной, индивидуальной и даже интерактивной, если угодно. Несмотря на участившиеся трудности производственного плана, видео выходили точно в срок и раз за разом повышали общее качество, превращаясь в проект, как минимум, телевизионного уровня. Весной 2018 года Александр Шуров, до этого тащивший все проекты ЛД своим голосом, попросил Никитина найти ему напарника или напарницу в Войсе, поскольку на носу были их заняты. Идея, конечно, была реализована за счет примыкания к коллективу Лины Латкиной. Но флешмоб в поддержку занятого бренд-войса принял куда более огромный размах. Когда озвучивать еженедельный дайджест, стали чуть ли не все участники коллектива паблика. Помимо Андрея и Дмитрия, к озвучке подключился и пришедший в редакцию к тому моменту Артемий Стрела. Это было нечто новое для меня. Коли попал в творческий коллектив. Пробуй, если разрешаю. Голос ЛД заменить, конечно, невозможно, но комментаторы говорили, что получилось неплохо. За это стоит сказать спасибо Никитину, что выкрутил из моего дерьмового микро максимально возможный лук. И еще раз спасибо за эту запись. Мне было интересно попробовать себя в этой стезе. Попробовать свои силы. А насчет оценок, думаю, у меня не совсем удачно получилось. Если не совсем неудачно. Но хотя бы попытался. Понял, что это не мое, и решил больше не заходить туда, где я не профи, а заниматься тем, что могу и умею. А что главное, получается. Ну, мне было безумно интересно. Я ведь люблю искусство озвучивания, именно искусство, а не ремесло. И не только из-за возможности покрасоваться. Потом это всегда хороший опыт и шанс саморазвития. Вот прослушивая себя сейчас в прошлом, я анализирую, что было не так тогда, чего достигнуть теперь и к чему стремиться далее. И лично я рад, что такая возможность озвучить некоторые видео для канала случилась. А заменить я Шурова не смогу, хотя бы потому, что у нас с ним разнятся стили работы, моих эффектов фикции и приоритеты. Разве только не испортить то, что предлагалось редакции Little Digest и LD своим вынужденным вмешательством. Надеюсь, хотя бы это получилось. Мне было приятно, что меня не послали на три веселые буквы, когда я не мог озвучивать. Учитывая тот объем работы, мне просто нужен был отдых, к тому же на тот момент я встречался со своей девушкой и ей тоже надо было уделять время. Так что моя подмена была действительно приятна хотя бы тем, что меня подменивают, а не заменяют вовсе. Аналогичным весной в редакцию пришел Евгений Багров, также известный как Авель. Помимо своего таланта СММщика, он имел на первых парах достаточно надменный конфликтный характер, что одновременно вредило духу команды внутри коллектива LD и в то же время вносило вклад в продвижение сообщества. Все-таки черный пиар тоже пиар, но для начала о том хорошем, что сумел привнести Авель в формат LD. Во-первых, это введение системы рерайдов на смену непродуктивным репостам отовсюду. Во-вторых, это вполне здравые мысли касаемо того, в какую сторону можно направить паблик, какую позицию занимать и на какой контент набирать. Разумеется, для этого были бы весьма кстати вызывающие и провокационные статьи, посвященные известным и уважаемым проектам в сфере русскоязычных новал. Первый серьезный удар был нанесен поклонникам модификации «Семь дней лета», который Авель посвятил обзору собственного сочинения. Статья вызвала бурное обсуждение и кучу обвинений LD в предвзятости. У поклонников 7DL с того момента проекта Дмитрий Санати не брезговал обвинять редакцию в краже трафика у контент-мейкеров, в продвижении деструктивной группировки Visual Noble, а также полнейшей некомпетентности в отношении его творчества. Конечно, тогда тысяча комментариев под обзором могла свидетельствовать либо о том, что мы попали в яблочко, затронули самый воспаленный нерв сообщества ценителей второсортных подделок с якобы глубинным смыслом, коей и являлся мод Санати, либо о том, что это был срач ради срача и нужно было срочно брать Авеля в узду, дабы не допустить еще большего скандала. Мы явно не были к этому готовы. Впрочем, обзор 7DL был лишь началом безумной череды конфликтов как снаружи, так и внутри Лето Дайджеста. Через пару месяцев после публикации материала произошла стычка с косплей-командой Дети Рабочих. По их словам, они были недовольны тем, что в комментариях их часто оскорбляли подписчики и негативно отзывались о том, чем они занимаются. Финальной точкой в этом вопросе стала публикация от 14 августа, где гасплееры припомнили все грехи ЛД. И правки мы не вносили, которые они просили, и обзор их любимого мода выпустили, чтобы спровоцировать срач. Финальной точкой, конечно же, стали обоюдные поливания грязью, жалобы на выборочные правосудия, когда угрожали банам только им, а не тем, кто отвечал вам в комментариях. Ну и просьбы никогда, подчеркиваю, никогда не публиковать и не упоминать их в своем сообществе. Потом еще по этому поводу Санати пост выпустил свои телеги, которым лишь расписался в своей беспомощности. Я потом, конечно, пытался уже от себя бороться и отвечать детям рабочих, но все мы хорошо понимали, что с такими людьми не стоило вообще начинать вести диалог и как-либо отвечать. Да и на публику бы играть тоже не следовало. На фоне скандалов с косплеерами было решено ввести свод правил, который еще на стадии рассмотрения части редакции казался нападением на право высказывать свое мнение. Как следствие, Авель покинул дат после очередного обсуждения данной темы на повышенных тонах. Конечно, на выходе нового контента это практически не отразилось. Вот только осадочек все равно остался и через какое-то время он дал о себе знать. Привет, Лето Дайджесту! Специально для Айлси! Привет, Лето Дайджесту! Специально от Айлси! 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 Привет, Лето Дайджесту! Специально для Айлси! Для Айлси! Привет, Лето Дайджест! Специально для Айлси! Вторая половина 2018-го и начало следующего, 2019-го, это пик развития ЛД. Да, не все удалось реализовать вовремя и не было ни дня без скандалов и споров, но активность в тот период не могла не радовать. Делегация от ЛД в виде Александра Шурова и Артема Кирикоя за два месяца осени 2018-го года посетила аж три выставки Датфест, Игрокон и Игромир. По каждому из визитов вышли авторские репортажи на канале ЛД. Значительно выросла стриминговая активность на Ютубе. Благодаря сотрудничеству с Павлом Петровым, он жалкиной, прямые эфиры, где чтение перекликалось с экспромтовым юмором и регулярными донатами зрителей, пользовались успехом, сопоставимым только с самыми первыми стримами, где активно себя проявляли Андрей Погров и Дмитрий Яковлев. Вслед за Авелем редакцию покинула Алина Лапкина, но очень скоро ее место заняла другая Алина, Шульц, она же Алиния, коллега Александра по команде Amazing Dabbing, где они нередко участвовали в совместной озвучке аниме-сериала. Всем привет! Меня зовут Алина, и я новый диктор канала Leta Digest, а также участник фандом-группы Amazing Dabbing, откуда, кстати, ваш покорный слуга Александр. Получается, мы с ним дважды коллеги по цеху. Надеюсь, мы с вами подружимся. Оттого рекомендации Александра в отношении ее были весьма положительными и крайне яркими. Правда, занять место второе после Шурова у нее получилось не сразу. Фактически, я вроде бы почти все помню, что было с LD. По крайней мере, все то, что хоть как-то было заметно. Запомнилось, наверное, то, что LD очень поссорили с Авелем. Не знаю, правда, из-за чего, так как я не особо активную роль играю в жизни LD и общественных отношениях, но факт того, что они в контрах, очевиден. Помню Алину Лапкину, она тоже ушла по своим причинам. Потом я начал искать людей для того, чтобы меня можно было подменить, так как со временем начались проблемки. Так и нашел Алину Шульц. Шуров спросил у ребят в команде, кто работал над главной героиней одного аниме. Получив соответствующий ответ, написал мне с просьбой озвучить выпуск. По секрету, помочь на тот момент я не смогу, потому что манера и формат моей записи не подошли под формат LD. Нашему Альтеру все же пришлось отдуваться за этот прокол, зато позже они продолжили стать одним из постоянных дикторов канала. Сомнений не было, потому что я искала и ищу любые пути приобрести новый опыт в озвучке, да и тематика канала не была мне совсем уж чужда. Хотя не скрою, поначалу объем сценария наводил на тревожные мысли. Тандем дикторов быстро спелся, и уже скоро голос Алины многие зрители начали крайне высоко отмечать от выпуска к выпуску. Пусть девушке нелегко было первое время озвучивать полноценные видеодайджесты. Параллельно приходу Алини в редакцию коллектив пополнил второй монтажер. Изначально он был рядовым зрителем под ником Эверс. Но вскоре, благодаря приглашению Ив Нарвалов Никиты Савицкого на одном из стримов присоединился к ЛД и на довольно долгий срок закрепился в ранге человека, без которого многие видеоканалы не увидели бы свет. В конце 2018 года многие зрители стали высказываться на тему «А почему бы ЛД не примкнуть к стоп-гейм?» Но подобные мысли и идеи редакции очень быстро были откинуты или обыграны в довольно шутливой ироничной форме. Я был убежден и сейчас остаюсь убежден, что ЛД это авторский проект, который должен существовать сам по себе. Конечно, мы в какой-то момент стали очень близки к слиянию стоп-гейма, тем более, что их канал тогда тоже очень активно рос, в чем, мне кажется, не последняя заслуга товарища Кунгурова. Мы бы просто не вписались в эту атмосферу и плотный рабочий график, который бы накладывал больше ответственность за все сказанное и написанное. Хотя, с другой стороны, там бы деньги платили. Позже, мои опасения и мысли, что коллаб ЛД и СГ не более чем шутка, подтвердились, когда Саша сходил на их стрим на Твиче и задал вопрос кому-то из авторов. Точно не помню, вроде бы Саша сказал, что это Вася Галиперов, а может не он. В общем, парни ответили, что пока не готовы нас принять. И на мой взгляд, это правильное решение. В 2019 году видео на канале по многочисленным просьбам зрителей освоили передовые технологии Ютуба и стали выходить в формате 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Данное техническое новшество требовало куда больше мощностей, но этот вопрос удалось решить благодаря Ивану Бунину, изначально пришедшему в паблик в качестве ньюсмейкера. Впрочем, уже скоро он стал третьим монтажером и даже успел продемонстрировать свои дизайнерские навыки. Это появление очень удивительно совпало с моментом вывода из редакции Андрея Багрова, который уже давно говорил о своем возможном уходе из ЛД. По его словам, он постепенно утратил интерес к данной сфере, стал реже следить за сообществом визуальных новелл и по ряду личных причин просрочил выпуск итогового дайджеста за 2018 год. Всякому событию, кроме причины, нужен повод. Ну, повод. Погорячился, казалось бы, вот спонтанно хлопнул дверью. Истеричка. А если честно, то сам уход обдумывался заранее, ну, как, собственно, возможность не делать его. Конечно, было нелегко. Ну, как во всяком случае, когда ты избавляешься от чего-то, с чем сжился, свыкся, слепился. И все же, оглядываясь назад, полагаю, что поступил верно. Так и ресурсу, вот не редакции, а проекту вообще, ресурсу нужно было, чтобы двигаться дальше. А мой консерватизм бы его только подкосил. Дайджест недели, как и другие рубрики ЛД с уходом в игру, не перестали выходить, но определенный дефицит во времени отсутствия идей уже тогда серьезно озадачил как Никитина, так и остальных редакторов паблика. И тогда на помощь пришло спасительное лето 2019 года, когда свою дизайнерскую выучку продемонстрировал Дмитрий Яковлев. За максимально короткий срок он собрал новое оформление для видео, а также возродил из пепла старый вариант логотипа ЛД, который был забракован еще в 2017 году. Несмотря на недовольство подписчиков паблика в отношении нового, более простого и минималистичного логотипа листка, он как нельзя лучше вписался в новую концепцию и вектор развития сообщества, когда было принято непростое, но важное решение уходить из летосферы. Первым делом название паблика сократилось до ЛД, а затем стало меньше эфирного времени отводиться контенту по бесконечному лету. Хотя я понимал, что пионерки все равно еще интересны многим людям, мне лично их присутствие в паблике на главной роли казалось чем-то деструктивным. У нас даже вышел в тот период ролик на тему «Почему летосфера умирает?». Хоть мы тогда старались еще защищать фэндом, но отрицать очевидных и вполне объективных причин было уже невозможно. Вместе с этим заметно упростилась подача новостей в главной рубрике канала. Освободившись от громоздкой инфографики и большого хронометража выпуск, рубрика зазвучала иначе. Возможно, более поверхностно и банально. Но зато новыми голосами. Еще весной на канал пришел третий голос в лице Семена Фомина, который, несмотря на частые срывы дедлайнов по озвучке, неплохо справился со своей задачей и озвучил цикл об истории визуальных новелл. Объем не имеет для меня значения, если информация интересна. Целый культурный пласт, в котором перемешаны не только новеллы, но научно-технический прогресс, культурные изменения и интересно с материалом работать. К осени, обзаведясь более-менее приемлемым оборудованием, видео зазвучал и сам Никита Никитин. По его словам, он всего лишь хотел попробовать себя в новом эмплуа, и на лавры Саша Алина не претендовал. Человек, который никогда не лез в озвучку, полностью погруженный в свое хиканство, вдруг решил заговорить. Мне было интересно, к чему это приведет, как это скажется на нем самом. В целом, главное, чтобы ему комфортно было в этом. Так что, спокойно, но с интересом. Впрочем, неплохо шли дела у основного паблика. Аудитория выросла до 6000 подписчиков, и хотя интерес у аудитории начал постепенно снижаться, материалы и посты выходили крайне часто, и даже вызывали неимоверный интерес у читателей. Например, статьи за авторством Петалмастер были выполнены в довольно неплохой стилистике, где рядовой обзор всех составных частей новелл превращался в глубокий художественный анализ. Конечно, с видео для ютуб-канала по уровню хайпа его работы не могли потягаться, но по большей части мнение автора совпадало с интересами подписчиков. Параллельно, редакция пыталась ввести инстаграм-аккаунт и завела канал в Телеграме, а также выпустила первый блог на сайте СтопГейн, об истории визуальных новелл в России до появления бесконечного лета. Материал набрал достаточно высокий рейтинг, и по итогам недели был отмечен в ежедневной рубрике Инфакт, как обладелить приза за самый лучший пользовательский материал в размере одной тысячи рублей. А во-вторых, промо-коуд 321, посвятивший свою статью истории визуальных новелл в России до бесконечного лета. Да, не шибко-то оригинальная тема, зато раскрыта обстоятельно и с толком. Благодаря успешным переговорам и желанию попробовать себя в новом качестве в выпусках ЛД за 2018 и 2019 год засветились сразу несколько актеров из команды Ани Либрия Клео Чан, Шарон и даже глава проекта Александр Люпин Парфенов. Помимо них, на канале появились и другие не менее талантливые персонали, среди которых глава Капкейк Тайм Тим под ником Ванила Маффин, косплеер и стример Мэдди, она же Ольга Рыжкова, лидер команды Amazing Dabbing под ником Smoke и даже музыкант Егор Апрельцев, тоже не последний человек в ревенц-сфере. Далее наступил 2020 год. Это был максимально непростой год по причине начала пандемии опасного вируса COVID-19, из-за которого сотни тысяч людей на какое-то время остались без работы и были вынуждены оставаться дома на самоизоляции. В контексте истории ЛД цепочка преобразования началась даже чуть раньше. Сперва редакцию покинула художница Ив Нарвал, а затем редакция все-таки решилась отказаться от освещения новостей многих старых зрителей и спровоцировала их отписки от паблика и ютуб-канала. Следом, из-за срыва очередного дедлайна был уволен Семен Фомин. Изначально он должен был озвучить цикл об истории российских визуальных навел после БЛ, но в марте наступил звездный час Леши Апрелкова, который давно интересовался озвучкой и пользовался советом своего наставника в лице Сташи Шурова, который продолжал активно и много озвучивать как для ЛД, так и для все новых и новых творческих проектов. История Руфен для меня приоткрыла трудности сферы дикторства и стала своеобразным марафоном озвучки. Я только приобрел микрофон и не мог себя назвать даже новичком, но мне дали шанс испытать себя. Кстати, весь процесс обучения в ЛД сводится к тому, что дали море, пинок под зад и плавай. Только это все еще до кучи контролируется и потому захлебнуться окончательно не дают. Тексты я заучивал в Дискорде под надзором Никитина, то есть главы ЛД, чтобы не пропустить в хронометраж озвучки косяки. Дубли по времени оказалось примерно столько же, сколько и финальной озвучки. Было сложно, однако интересно. Касаемо же совместного выпуска дайджеста недели с Александром Шуровым мне было страшно. Мои опасения, что может возникнуть контраст между мной неопытным и профессионалом Сашей в какой-то степени оправдались, но все же негативных отзывов не последовало. Фидбэк в случае всех роликов с моим участием сводится либо к отсутствию токового, либо к редким похвалам, которым я безмерно благодарен. И все же отсутствие фидбэка это с какой-то стороны даже хорошо. Если зрителя устраивает диктор и у него нет никаких нареканий, то и больших подов для беспокойства не имеется. Весной, благодаря пополнению коллектива LD новыми кадрами, большая часть из которых со скандалом ушла из другого паблика по ровен тематике «Совиные вести, он жалый весть», начался очередной виток развития. У каждой из прибывших туда была куча идей, как разнообразить контент на новом месте пребывания, но с реализацией их было много трудностей. Впрочем, благодаря контактам Сергея Белоусу в редакцию пришла юная подающая надежда Ника Чайка, которую успешно заменила ранее ушедшего Семена в еженедельном дайджесте. Там она показала, что может быть не только радостной яркой Лоли, но и траурной девушкой с дрожью в голосе, зачитывающей некролог по случаю гибели художницы Саламанта. Когда мне попалась данная новость, естественно, мне было очень тяжко подобное зачитывать, потому что данная проблема, проблема смерти, в принципе, она стала для меня более болезненной. Раньше я это не воспринимала как что-то такое страшное или еще что-то, а сейчас, когда это произошло в ближайшем кругу людей, моих близких людей, я начала осознавать, насколько это страшно. И когда это происходит в относительно близком кругу, допустим, вот новеллы, я озвучиваю на ЛД, вот новости, озвучиваю новости про новеллы, то есть для меня близка эта тема, я не раз читала какие-то новости, связанные с этой художницей. Но лично мне было довольно-таки тяжело это читать, потому что вроде вот ты видишь, читаешь про ее творчество, что ты узнаешь из новостей, которые ты пишешь, а потом бац, вот такая новость, и вот внутри как будто что-то ломается, становится очень тяжело подобное, вот принимать, что ли. В 2020 году нащупав достаточно актуальный формат аудиоподкастов, ЛД, вдохновляясь примерами других более успешных рубрик, завели собственные. Формально, конечно, первые эпизоды были записаны достаточно спонтанно и годом ранее, но по-настоящему интересный контент начался с третьего эпизода, куда была приглашена художница Лювныш. Старый формат интервью обрел новую форму и структурно преобразился от простого вопросов-ответов до разного рода интерактивов. Конечно, не обошлось и без костылей. Например, самый прослушиваемый эпизод подкаста с участием Орике записывался в два захода. Оттого изначально было поделено на две логические части. А из запутанницы в статусе участника сайта СтопГейм и автора новеллы про него же, Антона Паули, из подкаста были выкинуты несколько вопросов, но их роль была настолько ничтожна, что никто и не заметил подвоха. Редакции ЛД пару раз предлагали реализовать некое подобие видеоподкаста или интервью на камеру, где в одном помещении сидит ведущий и напротив него травят байки специально приглашенный гость. Но пока в силу удаленности ее участников друг от друга было решено отважиться хотя бы на подкаст с вебками. Первый блин комом, но планы на этот экспериментальный формат безусловно грандиозные. Осень ознаменовалась безусловно главным видео, которое пришлось ждать два года. И речь, конечно же, об истории разработки бесконечного лета. Это было одновременное прощение со старым добрым фэдномом и в то же время видео, которое рано или поздно все равно должно было выйти. Изначально на роль диктора редакторы приглашали Ивана Лоева, которого хорошо получается рассказывать истории различных игровых серий. Но из-за занятости, увы, не сошлось. Еще один более-менее известный блогер сдал варианты озвучки с кучей ошибок, которые не переозвучил своевременно. И только тогда было решено обратиться к Коле с канала Творческие Игры, который как раз искал где бы пререкламировать свои прямые эфиры. Кажется, что решающим фактором грандиозной популярности ролика стал даже невыбранный итоговый диктор, а то, насколько интересно людям было вновь услышать и свои любимые новели, пусть и с максимально непредвзятой точки зрения. Концовка года, увы, была омрачена не только трагедией с Саламандрой и мощной второй волной коронавируса. Не оселив очередной ребрендинг, коллектив ЛД покинул Дмитрий Яковлев. Также было решено расстаться с некоторыми участниками редакции, чей энтузиазм быстро угас вследствие жизненных проблем. Не все, правда, остались этим шагом довольны, но другого выхода у Никитина не было. Это был шаг отчаяния. Я давно думал, что бы мне поменять в составе редакции или в формате наполнения, но видала мысль, что перемены невозможны, пока рядом есть люди, не проявляющие интересы к нашей работе, не ощущающие себя частью единого механизма. Но, так или иначе, за год все это сильно изменилось, и уход Димы и еще нескольких ребят стал важной предпосылкой. Об уходе из ЛД, конечно, жалею. Как и жалею о том, что многого у меня не получилось. Но я понимаю, что лучше уйти сейчас, но спокойно, чем задержаться, но уйти рассорившись. Конечно же, есть желание вернуться. Да если бы были возможности, я бы смог и подольше быть, но всему свое время. И мое время в ЛД, к сожалению, закончилось. Поэтому и решил уйти. Настало время для нового ЛД. А новому ЛД нужны новые люди с новым дизайном и новыми идеями. Вероятнее всего, на просмотр этого видео вы потратили около 40 минут. А теперь представьте, что все это, но со всеми деталями и тонкостями, которые пришлось упустить из повествования ради хронометража, мы прожили за целых 5 лет. И каково нам теперь, раз до сих пор продолжаем творить историю? Конечно, сейчас это будет совершенно новый этап, когда что-то придется начать с нуля, перестроить и опустить старт. Возможно, самое тяжелое решение, с которого мы начали год 2021, это закрытие дайджест недели. Но о том, почему так произошло, мы скорее всего уже поведали вам в первом выпуске ЛД Ньюз, рубрике «Наследница легендарного формата». Уверены, что таких делен впереди нас ожидает еще вагон и маленькая тележка, но без вашей поддержки, в том числе и финансово, дела шли бы еще хуже. Так как не прошло еще и половины от наступившего года, и мы до сих пор обсуждаем планы на будущее, нам пока нечего отметить. Ну, не считая, конечно, того, что мы поняли, в какую сторону идти, чтобы удовлетворить запросы разработчиков, а также пробного запуска онлайн-радио с треками из визуальных новелл, информационной поддержки джема от сообщества «Индикатор» и ряда крутых текстовых и видеоматериалов от наших старых и новых авторов, а также подкасты с Никитой Крюковым и с кем-нибудь еще, конечно. Мы стремимся вернуть 2018 год, самое лучшее время в «Стурилде», и будет круто, если это станет не только задачей нашей скромной редакции, но и каждого из горячо любимых подписчиков вернуть Рвенбулу и величие. А на сегодня у нас пока что все. Это была история Лето Дайджеста, он же просто паблик и канал ЛД «Новости визуальных новал». Мы прошли нелегкий, но веселый путь, а сколько еще предстоит пройти, и вовсе страшно подумать. Впрочем, решать его. В комментариях пишите, как вы познакомились с ЛД, какие рубрики на канале и в паблике вам понравились, и кого из дикторов вы считаете своим крашем. А может вы просто росли под наше видео? Делитесь историей, а мы обязательно прочтем. Не забывайте подписаться на канал, если вы тут впервые или были подписаны ранее, но случайно обнаружили видео в рекомендованных. Обязательно поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Если кошелек позволяет, то и спонсорство оформить не забудьте. От вашей поддержки будет зависеть очень многое, в том числе и производство этого видео. А список тех, кто уже является спонсором ЛД, прямо сейчас пробегает по экрану. Теперь точно все. С днем рождения ЛД. А для вас работал Влад Морозов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин